МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Социальный статус не спасет. ГИБДД безжалостно срывает тонировку. Несогласные. Кто в Армавире нарушает детский закон? Народный контроль. Как отчитался перед жителями родины участковый". Здравствуйте в студии Марины Белова. Вашему вниманию основные события из жизни города в материалах наших корреспондентов. Партнеры выпуска фирмы Аспект. Более тысячи наименований импортной отечественной продукции технического назначения. Аспект Чечерина, 83. Водители автомобилей премиум-класса заставили выйти из тени. 27 февраля инспекторы ДПС провели рейд. В центре внимания автолюбители, не снявшие тонировку. С момента последней подобной масштабной операции, она была прошлым летом, число машин с затемненными стеклами уменьшилось. Однако в начале этого года их снова стало больше. В ГИБДД заявили, принудительная растонировка настигнет каждого, невзирая на стоимость автомобиля и социальный статус водителя. Вместе с инспекторами в рейд отправила Сирина Рухлядкая. Улов в этот раз нескромные адвокаты, бизнесмены, юристы. Не все в затонированных авто. Масштабный рейд в центральной части города. Инспекторы отдельного взвода ДПС провели в рамках профилактической операции правопорядок. Темная пленка на лобовом стекле и передних боковых уже давно вне закона. Но, как показывает практика, не для всех. Очень много водителей стало ездить опять затонированными. В связи с этим проводится рейдовое мероприятие, которое будет проводиться ежедневно, еженедельно. И пока мы не добьемся положительных результатов. Водители автомобилей премиум класса рассказывать на камеру о своем пристрастии к тонировке в круговую отказались. Но вот в личной беседе признались, что темные стекла дорогим машинам прибавляют особый шарм. Да и посторонние не заглядывают. Владельцы же отечественных авто более открыты для прессы. Виталий Ткаченко свой первый автомобиль ВАЗ девятой модели купил лишь три дня назад. Еще не успел порадоваться и вот штраф за тонировку. Мужчина говорит, думал его затемнение в пределах допустимого. Хотя пленку на стеклах не считает особым нарушением. С тонировками он ездит все. Еще хуже затемненный вообще. Мы за тонировку. Лучше было бы. Почему? От солнца, от всего. За первый час рейда инспекторы отдельного взвода ДПС выписали больше десятка протоколов. Некоторые водители согласились устранить нарушения на месте. Те, кто не пожелал избавить стекла от темной пленки, попросили снять номера. Ирина Рухлядко, Александр Патрахов, Александр Романовский, служба информации, телеканал РНТВ, Армавир. Другим темам. В Армавире прошла внеочередная сессия городской думы. Депутаты и представители администрации обсудили ежегодное послание губернатора Краснодарского края законодательному собранию, с которым Александр Ткачев выступил накануне. В своем ежегодном послании губернатор подвел итоги социально-экономического развития Кубани за 2012 год и обозначил основные перспективы и направления развития края. Повышение заработной платы, улучшение качества здравоохранения, образования, безопасности транспорта и экологической обстановки – то, что, по мнению Александра Ткачева, должно произойти в регионе уже в ближайшие годы. Такие же приоритеты обозначили для Армавира и депутата городской думы. Причем нашему городу в структуре краевой экономики отводится важная роль. В Армавире в ближайшее время появится промышленный парк. Это даст новый импульс к интенсивному развитию города. Как отметил заместитель председателя думы Александр Поляков, таким образом Армавир подтверждает статус одного из важнейших промышленных центров Кубани. Главная задача – оправдать то доверие, которое оказывает сегодня городу краевое руководство и достойно реализовать проекты организации промышленного парка. Вместе с тем представители власти города наметили пути решения других задач, поставленных губернатором. В первую очередь в социальной сфере, которая сегодня является одним из приоритетных направлений. Участковые должны стать еще ближе к людям. С этого года их обязали отчитываться не только перед начальством, но и перед жителями закрепленной территории. Народный контроль уже прошли полицейские, которые работают в Красной Поляне и в районе мясокомбината. Теперь очередь дошла и до участкового микрорайона Родина. Еще недавно участкового во двор дома по улице Советской Армии 21 звали мирить соседей. Теперь только чтобы выразить благодарность. Виталий Бойко по долгу службы оказался в центре конфликта автомобилистов и пешеходов. Свои машины жильцы оставляли как попало. Дорожка возле дома узкая, а в результате по ней было ни пройти, ни проехать. Жители данного домовладения обращались с жалобами, просьбами, заявлениями о том, что напротив подъезда, так как узкая проезжая часть, паркуются автомобили жителей, проживающих в данном домовладении, а также приезжающих к ним в гости. По данным заявлениям были привлечены к административной ответственности водители тех транспортных средств, которые нарушали право дорожного движения. Штрафы не помогли, тогда сами жители придумали, как решить проблему в корне, договорились расширить существующую парковку. Инициативу одобрили в администрации, а местный предприниматель Ирина Погожия даже согласилась взять на себя все расходы. Но когда во двор заехала тяжелая техника, запротестовали жильцы соседнего дома. Они оказались решительно против будущей стоянки под своими окнами. Когда приехала техника, они просто ложились на этот ковш, который пытался расчистить площадку. Естественно, это были и маты, и нецензурные слова, и мужчина один кидался драться. То есть, конечно, физически я не способна противостоять людям неадекватно. Дело уже шло к драке, но соседи вовремя обратились к участковому. В присутствии сотрудника в форме беседа стала куда культурнее. Как только он пришел, люди сразу же угомонились. Во-первых, они перестали говорить нецензурные слова и кидаться драться. Он молодец, он прошелся и по всем нашим старикам, и по всем соседям, спросил их отношения, их мнения к этому делу. Сейчас война за парковку еще не закончена, но участковый дальше пообещал следить за ситуацией. К жителям двора на другой улице он пришел уже не на вызов, а сам, чтобы познакомиться, рассказать о своей работе и выслушать пожелания. У вас какие-то проблемы, вопросы, что-то есть у вас? Ну, у нас пока нет, но мы, если будут, то мы придем на прием обязательно. Ежедневное общение с жителями для участкового – залог успешной работы, считают в администрации. По инициативе курирующего отдела полицейских обязали отчитываться перед народом. Я думаю, такая форма очень эффективна. Почему? Потому что если участковый не работает, его не знают, ему открыто это говорят. Я думаю, это действует психологически. А когда участкового в его глазах и хвалят, и ему говорят большое спасибо, ну, это приятно. В различных районах различные отзывы. Ну, вот по данному району я могу сказать, что участковые работают неплохо. Позитивный настрой и хорошие отзывы армавирцев больше говорят о профессионализме полицейского, чем показатели в отчетах. Поэтому по результатам народной проверки лучших участковых пообещали премировать. Продолжаем выпуск. Любить и беречь эти слова можно назвать девизом так называемого детского закона, который уже несколько лет действует на территории Краснодарского края. Его требования знакомы всем, однако соблюдает закон далеко не каждая семья. Тему продолжит Влада Волошина. Преступление против детей – один из самых вопиющих видов правонарушений. Как правило, к таким происшествиям никто из нас не может остаться равнодушным. И каждый раз мы задаем себе вопрос, почему так произошло, можно ли было уберечь ребенка. Закон Краснодарского края номер 1539 сегодня известен всем. И его положение поддерживают армавирцы независимо от возраста. Дети очень развитые, ну очень энергичные, если культурно сказать. Им надо вовремя дома быть. Почему? Почему? Чтобы они где-то не влезли в какую неприятность. Я была несовершеннолетняя, когда вы только ввели этот закон. Ничего, приходилось сидеть дома, нормально, живая. Чтобы дети находились дома, не бродили, не хулиганили, не все остальное. Вот как вы думаете, вашему ребенку это поможет быть в безопасности? Обязательно. Немножко расстраивает, но в принципе преступлений за это время стало все меньше. Несмотря на всеобщее одобрение, исполняют закон не все. В нашем городе ежедневно проводятся рейды, направленные на выявление нарушителей. И результаты этой работы красноречиво говорят о том, что некоторые из родителей не выполняют свои обязанности по воспитанию детей. Если мы все время говорили о том, что снижается количество выявляемых детей. К примеру, за прошлый год было выявлено 207 детей в ночное время. Если по аналогии предыдущий период, то было 453 ребенка. А вот на сегодняшний день, уже за прошедшие два месяца, выявлено 52 ребенка в ночное время на улицах города. Безнадзорные дети часто становятся объектами или субъектами преступлений. Только в прошлом году в нашем городе зарегистрировано более 40 таких уголовных дел. 20 несовершеннолетних попали в больницу с признаками алкогольного отравления. Особенно страшно, когда без присмотра родителей остаются дети 7-8 лет. В нашем городе случалось и такое. Имел место факт такой, когда ребенка выявляли в районе водохранилища в 12 часов ночи. Ребенку на тот момент было 8 лет. И ребенок по состоянию своего развития не мог объяснить внятно, где он проживает, кто его родители. В связи с чем его определили в больницу вначале, затем перевели в центр улыбка. Стоит отметить, что родители этого ребенка даже не пытались его искать. Если раньше подобное равнодушие наказывалось только общественным порицанием, то теперь закон дает возможность штрафовать нерадивых мам и пап. Применяются санкции и против сотрудников магазинов, которых продают детям алкогольные напитки и сигареты. Но самое главное, что хотят сформировать создатели детского закона – особое отношение общества к воспитанию подрастающего поколения. Дети должны расти счастливыми и здоровыми. 1 марта в 10.30 в городском дворце культуры начнет работу выставка ярмарка молочной, плодо-овощной, консервированной продукции, кондитерских колбасных изделий, муки, сахара, круп, безалкогольных напитков, выработанных кубанскими предприятиями. Посетить выставку приглашаются жители и гости Армавира. К другим новостям. 28 февраля отмечает день рождения глава города Андрей Харченко. Этот праздник городоначальник традиционно проводит в кругу семьи, принимает поздравления от коллег и родных. Телерадиокомпания «Вита» с пожеланиями здоровья и дальнейшего достижения поставленных целей присоединяется к поздравлениям. А наш корреспондент Влада Волошина выяснила, какие изменения заметили армавирцы с того времени, как Андрей Юрьевич занял пост руководителя городской администрации. Первое, что бросается в глаза, это то, как похорошел наш город. Усилия администрации в сфере благоустройства весьма значительны. К этому мнению склоняется большинство наших респондентов. Много появилось фонтанчиков для детей, для нас, где мы можем посидеть, подышать, лежим воздухом. Зелени так вроде бы немножко-множко больше. Окраина немного уже заасфальтирована, и дорожки где-то сделаны, особенно по Розерик-Сембург. Мне нравится, просто я там живу. Город сам по себе, с каждым днем становится все лучше и лучше. Лучше в каком отношении? Ну, красивее здания, клумбы, фонтаны. В городе чище стало, вот в центре, по крайней мере, да, если взять центр. Переехала жить в армавир совсем недавно, но мне очень здесь нравится. Очень красиво, очень чисто, уютно, комфортно, замечательно. В городе то, что более-менее уже стало лучше, красивее. Чище. Чище. Дороги лучше становятся, ну, надо послезимы немного, где-то не будет там подработать, а так все будет нормально. Я очень довольна по всему городу, вообще порядок. Я уже 33 года в армавире, хорошо очень. Скверики великолепные, фонтаны великолепные. Центр вообще сказка. Наш город становится не только краше, но и удобнее. Открываются новые социальные объекты, строится жилье, торговля, приобретает цивилизованный облик. Магазинов много, базар хороший стал, ремонт, там все приятно ходить. Открываются новые здания, вот, магазины хорошие для, ну, малоимущих людей. Я, кстати, сама туда хожу. Но самое главное – это внимание к людям. Армавирцы чувствуют, что представители власти неравнодушны к их проблемам. Готовы найти индивидуальный подход к каждому, кто в этом нуждается. Нас стариков не обижают, вот мы и в театр ходим, нас совет ветеранов дает талончик, и мы ходим в драмтеатр наш. Мне нравится, как работает администрация. Стараются, чтобы меньше очереди где-то было, что-то во все вопросы вникает. Я считаю положительной работой администрации. Мне самой приходилось обращаться в администрацию по некоторым вопросам, очень быстро решаются вопросы все. Приятно, когда перемены к лучшему. А наша съемочная группа по-прежнему ждет всех желающих стать героями рубрики «Народ хочет знать» ежедневно на самых оживленных улицах города. Влада Волошина, Евгений Халманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. Приятная новость для жительницы Армавира. Открылся новый магазин женского белья больших размеров – «Галерия Люкс», «Ленина-99». Это была заключительная информация, и теперь метеопрогноз. Я передаю слово Ольге Чухонцевой. Она уже в студии и готова рассказать о погоде на пятницу. Здравствуйте! Февраль побаловал Армавирцев теплыми днями, поэтому от начала весны многие ждут еще большего. Но изменения в календаре на погоде особенно не отразятся. 1 марта небо будет ясным, однако столбик термометра займет примерно те же позиции, что и в среднем за неделю. Днем ожидается плюс 7-11 градусов, ночью плюс 4. Неприятный фактор – это достаточно сильный западный ветер до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. На первый день весны намечено сразу несколько значимых событий. Это международный день борьбы с наркоманией и два российских праздника. День криминалиста и день кошек. А тем, кто не имеет отношения ни к одному из них, можно просто порадоваться началу весны. Марина? Информация о синоптиках завершила выпуск. С новостями вы можете также познакомиться на сайте ravita.info и на авторадио «Армавир». С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова